Дорогие друзья, с вами портал Экзегет. Отвечаем на ваши вопросы. Очень такой известный вопрос, кто создал церковь и для чего? Создателем церкви является Господь Иисус Христос. Он сказал, с озиждой церковью врата аду он одолеет. В том числе Господь Иисус Христос является не только создателем церкви, но он является и главой церкви, а все остальные люди являются телом. И мы вместе составляем такой организм. Вот как если посмотреть на тело человека, то там с голова, руки, ноги. Вот Христос это глава церкви, а мы вот руки, ноги, туловище и тому подобное. И все вместе церковь это такой богочеловеческий организм. Соответственно для чего? Церковь это собрание верующих людей, которые любят Христа, стремятся к Нему, хотят быть с Ним соединенным. Ну вот, соответственно, для того чтобы мы могли соединяться с Господом Иисусом Христом и жить в любви, иметь такую христианскую жизнь, чтобы Христос был в нас, а мы были во Христе, для этого Господь церковь и создал. Понять, кто такой церковный человек, очень просто. Тот человек, который не может жить без таинства святого причастия, это церковный человек. Собственно, таинство святого причастия, это по сути и есть церковь. Это и есть тот самый Новый Завет. Крестимся мы, то есть принимаем крещение для того, чтобы родиться в церковь, а жизнь церкви — это божественная литургия. Тот человек, который не бывает на божественной литургии, который не причастен к Христовым тайн, он сам себя ставит вне церкви. То есть вне божественной литургии, вне таинства святого причастия церкви уже нету, это уже не церковная жизнь. Так что, дорогие мои друзья, помните, что в храм мы ходим не просто, чтобы помолиться, поставить свечи, поставить около икон, набраться какие-то силы, энергетики и тому подобное. В храм мы собираемся на божественную литургии, на богослужение. Именно это является смыслом нашей жизни. Именно ради этого строятся церковные сооружения храмовые, чтобы мы вместе могли прославлять Господа Иисуса Христа и с Ним соединяться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.